Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главные темы выпуска. Квартирные махинации довели до тюрьмы. В Самарском областном суде зачитали приговор банде черных риэлторов. Срезали старый асфальт, расширили дорогу. Журналистам показали, как идет реконструкция Волжского шоссе. Хоккейная школа появится в Самаре, о чем еще просили горожане губернатора. Еще немного, еще чуть-чуть. Пятая Иволга подводит итоги. Прикрыли нелегальный бизнес. Две незаконные автостоянки сегодня ликвидировали в Октябрьском районе Самары. Сели все. Члены банды черных риэлторов получили наказание от 3 до 18 лет лишения свободы. Приговор по громкому делу сегодня вынесли в Самарском областном суде. Шестерых человек признали виновными в мошенничестве, а троих из них еще и в убийстве. Жительница Самары Татьяна Кладчиковой. По версии следствия, женщина получила в наследство квартиру и частный дом. При этом у нее уже была квартира на проспекте Кирова. В то время Кладчикова познакомил с риэлтором Цаплиной, которая втерлась к ней в доверие и через некоторое время похитила паспорт женщины. Согласно материалам дела, чтобы продать квартиру, без ведома Кладчикова в документ вклеили фото другого человека. Когда настоящая владельца недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление, наняла исполнителя. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район, несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить, после чего полживую бросили. У них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. Ну и вполне можно было человека спасти. Но об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали, поскольку они изначально этого не собирались делать. После того, как в полицию обратился сын погибшей, следователи задержали наемников, а потом вышли и на всю преступную банду. Теперь черные риэлторы будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов. Более 4 миллиардов рублей в этом году направят на ремонт региональных магистралей. Безопасные и качественные дороги начали строить в Самаре в рамках приоритетного направления стратегического развития России. В областной программе включены федеральные, региональные и трассы местного значения. Всего более 2,5 тысяч километров Самарско-Талетинской агломерации. Как ремонтирует Волжское шоссе, увидел Сергей Кизоркин. С утра до вечера кипит работа на Волжском шоссе. Это участок дороги от улицы Демократической до Московского шоссе. Трасса входит в альтернативный маршрут движения к стадиону Самара-Арена в период чемпионата мира по футболу. Ремонтируют ее по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся по графику. В принципе все нормально. В этом году объем финансирования составляет 215 миллионов рублей. За качеством ремонта постоянно отслеживает куратор министерства. И лаборатория министерства проверяет качество асфальта бетон. Чуть более 3 километров Волжского шоссе отремонтируют капитально. Дорогу в некоторых местах расширят. В каждом направлении будет две полосы. Стройка идет по принципу слоеного пирога. Песок с арматурой, щебень и два слоя асфальта. По краям и по центру трассы установят барьеры. По периметру сделают освещение, тротуары, велодорожки. Шесть остановок, появятся дорожные знаки и светофоры. Основные виды работы должны закончиться до 31 октября. Соответственно, я думаю, что мы постараемся даже пораньше уложиться в сроки. В этом году на ремонт дорог в Самарской области будет направлено более 4 миллиардов рублей. Чуть больше двух из областного бюджета, остальные из федерального. Самара за счет этих средств отремонтирует 46 дорог, в том числе две регионального значения. Красноглинское и Волжское шоссе. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Имена названы, гранты и автомобили вручены. На Мостряковских озерах концертам и красочным шоу в небе завершается молодежный форум Иволга. Там сегодня весь день работает наш корреспондент Олег Зверев. Он поделится эмоциями. Программа завершающего дня на форуме Иволга 2017 вышла на финишную прямую. Сейчас на Мостряковской поляне начинается большой концерт. Уже подведены итоги конкурса проектов. Победители получили гранты на реализацию инновационных проектов. Общий призовой фонд составил 11 миллионов рублей. В сегодняшней программе принимают участие познамочный представитель президента ПФО Михаил Бабич, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов. Они посетили павильон и пообщались с участниками форума, приняли участие в защите проектов. На Мостряковской поляне самым зрелищным шоу стал финальный этап Кубка ПФО по парашютному спорту. В нем приняли участие спортсмены из разных регионов. Главный приз – автомобиль «Лада Икс-Рей». Его получил спортсмен из Нижнего Новгорода. Самарский парашютист Владимир Глухов – ветеран Афганистана. Инвалид по решению губернатора. Ему будет вручена «Лада Вестер». Подробный репортаж на Мостряковской поляне о программе завершающего дня смотрите в следующих выпусках. От создания хоккейной школы до пособий на похороны. Губернатор Николай Меркушкин провел личный прием граждан. Своими проблемами главе региона обратились жители Самары и Тольятти, а также отдаленных поселков и сел. На приеме побывала и Марина Матвейшина. Превращать мальчишек в настоящих мужчин. Именно они, если верить в песни, играют в хоккей. С просьбой о создании хоккейной школы пришли родители юных спортсменов на прием к губернатору. Такой большой вклад вы сделали, открыли много катков, очень много спортивных учреждений. Но государственной школы хоккея, к сожалению, сейчас нет, а нам так этого не хватает. Это социальные гарантии тренерам, это обеспеченность наших детей и лед, и земля. Губернатор решил, в Самаре появится государственная школа хоккея, а также еще несколько новых ледовых площадок. Так уже в этом году заработает лед в спорткомплексе МТЛ «Арена-2». В перспективе три ледовых площадки будут работать в Ледовом дворце спорта на улице Молодогвардейской. Но системной подготовки пока нет, отмечает Николай Меркушкин. Мы будем это развивать, чтобы у нас были хоккеисты высочайшего уровня. Я думаю, мы это будем делать уже с этого года, чтобы они на будущее. Прижатный год у нас затраты на это, мы попытаемся, чтобы она заработала, наверное, в сентябре. Областные власти окажут помощь при захоронении бывших малолетних узников фашистских концлагерей. С такой просьбой к губернатору обратилась жительница Самары. Раньше родственники получали 20 тысяч рублей от военкомата, чтобы достойно похоронить близкого человека. Сейчас эти льготы отменили. Хотя бы какая-то помощь, да, сами понимаете, как это все трудно родственникам. И поэтому мы будем очень благодарны, что если бы он нам тоже такую помощь смог оказать. За один прием губернатору удалось решить сразу несколько вопросов. От строительства детского сада до улучшения материально-технической базы профессиональных учебных заведений. Все пришедшие на прием получили исчерпывающие ответы. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов, События. Парламентский обмен опытом делегация Штутгарда посетила Самарскую городскую думу. Основной темой разговора стала организация местного самоуправления в двух городах. Та система, которая внедряется у нас в Германии, работает уже много лет. Тему продолжит наш корреспондент. Изменения в системе местного самоуправления, которые происходят в Самаре, в Штутгарте были введены уже давно. Привлечь наибольшее количество активных жителей к решению городских проблем – это общемировой тренд. В России пока в этом направлении только первые шаги. В полной мере это уже реализуется в Самаре. И опыт немецкого города пригодится. Об этом говорили на парламентской встрече, которая прошла в Самарской городской думе. В Самаре реализуется реформа местного самоуправления. Ее цель сформулировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Суть изменений в том, чтобы исполнительная и представительная власть стали ближе к людям. И вопросы населения решались быстро и эффективно. Таковы наши приоритеты. И, безусловно, нам всем будет интересен опыт наших коллег из города Штутгарт. На встрече с делегацией Штутгарта собрались депутаты городской думы районных советов. Сегодня создается эффективная система решения проблем жителей города – местное самоуправление. Благодаря этому в Германии удалось добиться чистоты, благоустройства и порядка в городах и селах. Как вы знаете, у нас на протяжении десятилетий существует подобная форма самоуправления. Вы на правильном пути, и вы придете к тем же результатам, что и мы. Вы находитесь на передовых позициях в решении подобных проблем и несете максимальный груз ответственности за осуществление данной работы. Особая задача – создать ситуацию, когда граждане города как можно больше участвуют в работе. Мы считаем, что обмен между городами является благом, огромным достоянием на пути международного сближения и достижения общих целей. Вы указали на множество проблем, которые приходится решать городской думе в Самаре. Но тем не менее я вижу, что такой же круг проблем решаем и мы в муниципалитете в Штутгарте. Мы, как городской совет, во взаимодействии с мэрией Штутгарта занимаемся улучшением благосостояния жителей нашего города. По словам представителей Штутгарта, мощным стимулом для развития Самары станет проведение мирового футбольного первенства. В 2006 году чемпионат проходил в Германии. Одним из стадионов стала «Мерседес-бенц-арена» в Штутгарте. И сегодня гости высоко оценили самарский проект и выразили намерение посетить игры в 2018 году. Виктория Шар и Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Двор, в который приятно войти. Так теперь о своем дворе говорят жители 170-го дома на проспекте Кирова. Ведь были времена, когда в глубоких траншеях здесь теряли колеса автомобилей. Преображение двора оказалось вполне рукотворным чудом. В том, что общественные советы микрайону существуют не для галочки, а реально помогают решать проблемы на местах, убедился и наш корреспондент. Раньше в этот двор не заезжала даже скорая помощь. Машины останавливались у торца здания, медики шли до подъезда пешком. В таком состоянии находился двор. Теперь ситуация изменилась. За дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим неравнодушные соседи добились, что спустя совсем немного времени во дворе уложен новый асфальт. Одни ямы были. Даже вообще не только ездить на машинах. Ходить в лужи прям были. Не перейдешь. У нас один раз приехала скорая, у нее отвалилось колесо. Писали заявления от жильцов, от 170, от 166. Помогли они нам. Спасибо им огромное. Власть стала ближе к народу. Вопросы решаются как более оперативно и намного лучше. Народ обращается очень много. Жители находятся в тесном контакте. Потому что постоянно находишься на территории, постоянно с ними общаешься. Какие-то вопросы решаешь. Но вот самый главный вопрос решен с этой дорогой. Двор заасфальтировали по ходатайству общественного совета за счет одного из торговых центров, который работает в микрорайоне. И подобных проблем решено уже немало. Когда за дело берется общественность, большинство вопросов можно решить прямо на месте. Если такой возможности нет, проблема выносится на более высокий уровень власти. Управляющий микрорайон в каждодневном режиме проходит обход территории. Мы в еженедельном режиме, я подключаюсь, мы обязательно какие-то болевые точки обозначаем и реализуем. И казалось, там увеличилось количество проблем. Но я думаю, они увеличились не из-за того, что они как-то прибавились. Люди увидели, что они начали решаться. В том числе мы находимся вот на территории общественного совета микрорайона Загорка-3, где, в общем-то, не привлекая ни копейки бюджетных средств, нам удалось путем работы с местными представителями и бизнеса, и жителями реализовать. А рядом за хозяйственной будкой ликвидированы мусорные завалы, которые копились десятилетиями. Тоже при участии общественности. И вот новые наказы от жителей. У нас лестницы все разбитые. Козырьки вот это то, что все постоянно, когда заходишь в подъезд, получается, все на тебя льет, если когда сильный дождик. Ну что еще? Ну бабки лавочки просят, бабульки наши. Мы не знаем. Скверик просим все отремонтировать. Сквер, да, вот с той стороны много с детьми у нас здесь. Все самые насущные вопросы содержания территории, обустройства парков и скверов, ремонт зданий и дорог – все это теперь под контролем жителей. Многие уже привыкли, что все зависит от инициативы каждого, кому не безразлично, в каких условиях он живет. В этом, собственно, и есть суть реформы местного самоуправления – добиться того, чтобы такая схема работала в автоматическом режиме. Марьяна Мирна, Олег Зверев, Станислав Левин. События. Стоянки снесут, территорию облагородят. В Октябрьском районе Самары ликвидировали две незаконные парковки. Их владельцы просто захватили землю, поставили забор и начали работать, даже не оформив разрешение. С автовладельцев собирали от 50 до 70 рублей в сутки, в зависимости от марки машины, при этом не неся никакой ответственности за их сохранность. С места события репортаж Марина Матвеичиной. Объявление на вагончике охранников взывает к совести автовладельцев. Заплати, мол, и успокойся. Однако сам работник автостоянки утверждает – денег ни с кого не берет. Просто с товарищем по очереди охраняет свой автомобиль и заодно все остальные. Остальные машины – это местные. Мы просто за ними присматриваем. Ничего они не платят. Прям бесплатно стоят? Прям бесплатно. Вы такой артруист получаете? Да. Но благородным порывом души придется найти другое применение. Павильон демонтируют и саму автостоянку ликвидируют как незаконную. Соседнюю ждет та же судьба. Объекты существуют незаконно. В реестре незаконных объектов они стоят с 2015 года. Неоднократно этим предпринимателям предлагалось самостоятельно демонтировать, увезти эти объекты. Однако этого не произошло. Владельцев стоянок так и не нашли. Никто не хочет платить штрафы за самозахват земли и незаконную предпринимательскую деятельность. В Октябрьском районе работает 40 стоянок. 18 из них нелегальные. Если эти автостоянки востребованы жителями района, то соответственно мы эту информацию передаем в городской земельный центр. На сегодняшний день у них стоит задача по легализации незаконных автостоянок. Эта работа тоже проводится. Легализовать именно эти две стоянки не получится. На этом месте планируется обустроить площадку под общественный транспорт. Здесь будут стоять автобусы, обслуживающие чемпионат по футболу 2018 года. Для личного автотранспорта жителей будут рассматриваться другие места. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Виткоруб и пенькогрыз. Шутливые названия придумали специалисты МП благоустройства для новых установок. Одна перерабатывает в опилке срубленные вареные деревья, другая выкорчевывает пеньки. Позволяя на этом же месте высадить новое дерево. За работы чудо-машин наблюдала Марьяна Мирная. Пни рубят, щепки летят. Новый фрейзер, приобретенный специально для городского хозяйства, за 15 минут справляется с пеньком любого диаметра. Раньше за день вручную рабочие могли выкорчевать не больше 8 штук. Теперь производительность труда выросла вдвое. У нас в городе появился курчеватель пней, который спиливает пни любого диаметра, после чего на это место можно посадить новое дерево. Фрейзер оставляет лунку глубиной 70 сантиметров, и через какое-то время на этих же местах можно высадить новые, неаварийные деревья. С ветхими растениями разговор короткий. Срубленные деревья специальная установка перерабатывает в опилке. Быстро и экологично. Занимает объемы намного меньше для транспортировки и подобных вещей. Вполне коммуникабельная, компактная установка, то есть мобильная. В любой точке города возможно применять ее, так как она постоянно в движении находится. И технические характеристики очень хорошие, техника очень замечательная просто. Удовольствие работать. В измельченном виде в один КамАЗ помещается в 5 раз больше опилок. Если вывозить ветками, пришлось бы делать несколько рейсов. Экономия налицо. 15 тонн дерева за одну поездку. Приводят в порядок в Самаре и газоны. Каждый день работает до 120 человек. Косят и собирают траву. Мы основные улицы уже прошли некоторые по два раза. В связи с тем, что у нас обильно идут осадки и солнышко, то трава очень хорошо растет. Косим, косим и еще раз косим. Служба благоустройства уже вовсю работает в летнем режиме. В распоряжении 85 триммеров. Около половины из них закуплены в этом году. Плюс три новых газонокосилки. Часть новых триммеров отличается более удобным навесным оборудованием. Работают не только с леской, но и с диском, что позволит быстрее скашивать крупную траву. Амброзия вдоль дорог встречается не так часто, как во дворах или на незакрепленных территориях. Но покос газона важен не только с эстетической точки зрения. Трава, особенно на оживленных участках, быстро покрывается слоем пыли. И без стрижки не обойтись. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Тольяттинский хоккеист пользуется спросом у тренеров НХЛ. А в Самаре наконец-то заработал спорткомплекс «Маяк». Об этих и других новостях спорта в деталях расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Спорткомплекс «Маяк» открыл двери для физкультурников. Тольяттинский хоккеист сменил команду в НХЛ. Мегалада лидирует в командном чемпионате страны. Мегалада одержала третью подряд убедительную победу в командном чемпионате России по спидвею. На гаревой дорожке в Балаково тольяттинцы с разгромным счетом. 60-32 победили хозяев трека команду «Турбина». Больше всех очков. 16 мегаладе принес Андрей Кудряшов. 14 набрал Ренат Гафуров. По 11 у Глеба Чугунова и Артема Лагуты. Спортивная новость из-за океана. Тольяттинец Алексей Емелин в новом сезоне, вероятнее всего, будет играть за новый клуб национальной хоккейной лиги. На драфте расширения «Золотые рыцари» Лас-Вегаса выбрали российского защитника. До этого Емелин шесть сезонов играл за Монреаль Канадиенс. Однако рыцари до старта регулярного чемпионата НХЛ могут проводить обмены с другими клубами лиги. Поэтому Алексей Емелин в ближайшие два месяца еще может сменить команду. Возвращаемся в Самару. В Юнгородке заработал физкультурно-оздоровительный комплекс «Маяк». Игровой зал уже запущен. До конца июля планируют открыть каток в сентябре бассейн. Первыми протестируют лед хоккеисты ЦСКА ВВС. А позже будут тренироваться и другие команды – спортшкольные и дворовые. Расписание занятий пока формируется. График будет составлен на основании заявок от спортивных учреждений и федераций. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Более полутора миллиардов рублей в этом году выделили на строительство Фрунденского моста. Уже готов пролет через озеро Банное. Весной рабочие начали возводить еще одно строение через реку Самара. Чтобы массивная конструкция оказалась над водой, ее перемещают так называемым методом надвижки. С помощью огромных домкратов тысячетонную конструкцию двигают в сторону противоположного берега со скоростью 1 метр в час. Параллельно возводят опоры. В планах в этом году закончить строительство всех опор, кроме третьей и четвертой. На них требуется дополнительное финансирование. На Фрунденском мосту движение будет организовано по шести полосам. Протяженность дороги составит почти три километра. Кроме того, на двух транспортных развязках на улицах Шоссейной и Фрунзе установят автобусные остановки. Работы на стройплощадке идут в круглосуточном режиме на двух берегах. Задействовано более сотни человек. Завершить строительство Фрунзенского моста планируют в 2018 году. 43 крупных магистрали, два моста, около 20 внутриквартальных проездов и почти 40 перекрестков с трамвайными путями. В Самаре ведется крупномасштабное дорожное строительство. На ремонт самарских дорог из бюджета всех уровней направлено более 2 миллиардов рублей. На особым счету улицы, которые будут востребованы во время Чемпионата мира по футболу. Обновление транспортных артерий завершено уже почти на треть. В скором времени преобразятся Волжский проспект, улица Осетинская, Заводское шоссе. Дорожный ремонт не прекратится и во время Чемпионата мира по футболу. В 2018 году планируют начать приводить в порядок магистрали в промышленном, Кировском и железнодорожном районах Самары, не мешая проведению Мундиаля. Обновленная площадь Куйбышева во время Чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков. Сейчас ее капитально ремонтируют, кладут новый асфальт, устанавливают бордюры, уличное освещение. Ремонт площади не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра опера и балета, уверяют городские власти. Кардинально облик одной из главных достопримечательностей города тоже не изменится. По большей части перемены коснутся скверов. Новый газон, современные системы автополива, установят топиарные фигуры, обновят тротуарные дорожки. Принципиально поменяется техническое оснащение площади Куйбышева. Будут смонтированы новые линии коммуникации для обеспечения вода и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых событий. Планируется, что грандиозное обновление площади закончится в октябре. Монтаж металлоконструкции стадиона Самара-Арена почти завершен. Установлены 82 из 96 блоков купола. Площадь кровли стадиона 76 тысяч квадратных метров. Это в 10 раз больше, чем футбольное поле. При сборке купола используют свыше 13 тысяч тонн металла. Аналогов нет ни на одной спортивной арене страны. Купол Самарского стадиона будет состоять из 32 радиальных консолей. Они образуют сферу диаметром 612 метров. При строительстве используется сверхмощная техника машины грузоподъемностью свыше тысячи тонн. Особое внимание благоустройство стадиона. Тротуары, ведущие к Самаро-Арене, будут выложены плиткой. Сочетание контрастных цветов – белого и черного. Небольшой размер, прямоугольная форма. По такой дорожке можно будет пройти к центральному входу на стадион. Отдельно разработали плитку, выполненную в цветовой гамме, эмблемой футбольной команды «Крылья Совет». В особо значимых местах стадиона планируется выложить символику Самарского клуба. Сейчас на строительстве стадиона работают 2500 человек и 150 единиц техники. Долгожданное событие. К завершению подходит восстановление старинного католического костела на улице Фрунзо. Рабочие демонтировали строительные леса. В настоящее время все башни здания полностью отремонтированы. Их высота – 47 метров. Работы ведутся и внутри здания. Проходящую в цоколе теплотрассу опустили под землю. На цокольном этаже заменили шесть окон. Также заменили окна и двери в остальных помещениях здания, в том числе алтарном. Кольский католический костел построен более ста лет назад. Его возводили под руководством известного архитектора Александра Щербачева. Реставрация исторического здания должна полностью закончиться до конца лета. После чего забор вокруг исторического объекта уберут, а территорию рядом благоустроят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова